Что хочет узнать клиент перед заказом работы? Как долго будет выполняться работа и сколько это будет стоить? Ответы на эти вопросы – это коммерческое предложение, сокращенно КП. Расскажу на собственном примере. У меня сложная услуга – проектирование информационных систем. Информационные системы – это сайты, приложения, вот это все. Приходит ко мне клиент с идеей для сайта и спрашивает, сколько будет стоить ее проектирование. Но я не могу дать ему ответ на этот вопрос, пока не ознакомлюсь подробно с пожеланиями к сайту. Так что в моем случае перед тем, как делать коммерческое предложение, приходится поработать. В этом и есть суть сложной услуги. Чаще всего это работа бесплатна. Часик пообщались, часик я поработал над КП и готово. А иногда нужно выставлять КП на создание КП. Правило номер один – не затягивать с КП. Чем быстрее клиент получит предложение, тем он будет горячее. Я знаю некоторые агентства, которые наоборот не спешат выдавать КП клиентам. Иногда из-за высокой занятости специалистов, которые в состоянии это КП подготовить, а иногда для того, чтобы повысить градус важности этого этапа. Агентство делает вид, будто все те недели, что клиент ожидал коммерческого предложения, специалисты вовсю работали над этим документом. Мое личное мнение, и в первом, и во втором случаях они просто теряют клиентов. Правило номер два – не спешить с КП. Часто ко мне приходили клиенты, но с очень похожими проектами. И у меня возникал соблазн назвать новому клиенту такую же цену, как и предыдущему. Объем работы примерно похожий, и можно не париться и не оценивать новую работу. И каждый раз в таких случаях я ошибался. Не повторяйте мои ошибки. Для того, чтобы оценить сроки и стоимости, необходимо действительно поработать над оценкой, а не прищурившись назвать цену от балды на основе прошлого похожего проекта. Как я сам предоставляю КП клиенту? Когда заканчиваю со всеми необходимыми оценками и подготовками, я шлю клиенту сообщения в мессенджер. Например, проект будет стоить 200 тысяч, сделаю за две недели. Предоплата 100%. Подробности отправил вам на почту. И, разумеется, я кидаю на e-mail письмо. Проект будет стоить 200 тысяч, сделаю за две недели. От вас потребуется до 10 часов на переговоры. К письму приложены договоры счет. Ну и, разумеется, клиент открывает договор. И в конце типового договора есть приложение номер один, в котором перечислены все работы и сроки. Причем перечень этих работ мы все согласовали с клиентом, мы весь согласовали с клиентом еще вот как раз на предыдущем этапе, когда я оценивал проект. Я делал этот онлайн документ с названием «Функциональные требования». Мы все обсуждали, комментировали. И, в общем, это уже согласованная штука. Так что формально мое КП состоит из целых трех КП разных видов, разной степени подробности. Кстати, почему я договор так рано отправляю? Да, потому что клиент, в таком случае, увидев мое коммерческое предложение, которое его устраивает, может в тот же момент подписать договор по ЭДО, электронному документу обороту, и оплатить счет, который, кстати, тоже обычно я прикладываю к письму. И все. После того, как я отправил КП такого вида клиента, уже через час на моем счету может оказаться та самая предоплата в 200 тысяч рублей. А если бы я сделал не так, то, сами понимаете, «Егор, я согласен, давайте готовить договор». Егор пошел готовить договор, клиент занялся своими делами, уже начинает забывать об этой задаче, даже если всего день прошел или несколько часов. И он потихонечку остывает. И вообще может в конце передумать, чем дольше я готовлю все эти документы и согласую их, тем меньше шанс на успех. А если клиенту вообще не надо об этом думать, вот у него сразу договор и счет, то все происходит быстро и безболезненно. В начале этой презентации я сказал, что КП должно отвечать на два вопроса. Но на самом деле это не совсем так, потому что в моем случае вопросов пять. Первый. Исполнитель понимает, чего я от него хочу? Ну, залог успеха – это умение повторить задачу клиента своими словами. Именно поэтому я пишу функциональные требования к проектам, даже когда мне приходят уже, приносят готовые технические задания, написанные какими-то другими людьми, чтобы вот своими словами пересказать суть задачи и показать, что я ее понял. Сколько это стоит? Сюда входит целая группа вопросов. Сколько стоит? Когда платить? Сколько платить? Куда платить? Физическое или юридическое лицо, например, будет принимать оплату? Какая налоговая система, если юридическое лицо? Ну, я ИП на упрощенке, поэтому вопрос с НДС решается не так, как при работе с ООО. Иногда нужно детализировать, за какие части работ платятся какие суммы. Иногда в этом нет необходимости. На самом деле самое главное – это финальная цифра, поэтому не заставляйте клиентов считать ее самостоятельно, перечислив этапы и цены. А то у меня был случай, я заказывал продвижение своего проекта, и мне прислали коммерческое предложение на эту работу. Оно там было на пяти, на семи листах, я не помню. Там было все классно, подробно расписано, и состав работы, и этапы. Но вот каждый этап был оценен отдельно, а суммы какой-то не было. И мне пришлось идти сквозь весь этот документ, складывать эти этапы, чтобы получить ту информацию, ради которой, собственно, это КП и делалось. Вот так не надо делать. Как долго это делать? Тут без комментариев. Кстати, о комментариях. Если это видео наберет больше десяти комментариев, то я подготовлю материалы о том, как именно оцениваю свою работу. Что будет на выходе? Например, в моем случае, это интерактивный прототип в Акшуре, то есть какой результат работы получит клиент. Но никогда не лишне уточнить, например, что этот прототип неадаптивный и с шириной в тысячу пикселей, потому что чем больше конкретики, тем меньше неожиданных вопросов к концу работы. От меня еще что-то требуется? В моем случае от клиента обязательно требуется самый дорогой ресурс в жизни любого человека – время. Поэтому я в КП указываю, сколько именно часов может понадобиться для успешного завершения работы. Давайте взглянем напоследок, например, моего КП, который я озвучиваю в типовом письме типовому клиенту. Готов взяться за задачу по проектированию интернет-магазина, ну то есть хотя бы как-то объявляю понимание того, за что я берусь. В результате я предоставлю интерактивный прототип, отвечающий функциональным требованиям, перечисленным в приложении номер один к договору. Работа займет 30 календарных дней с момента предоплаты. Про календарные дни, видимо, можно снять целый отдельный ролик. Почему я не использую рабочие дни? От вас потребуется выделить до 10 часов личного времени на промежуточные переговоры в течение этого срока. Стоимость работы 250 тысяч рублей, предоплата 100%, у меня ИП на упрощенке. Без НДС. Вот такой пример. А на этом все. В подвале много полезных ссылок, подписывайтесь на мой телеграм-канал, обязательно. Читайте бесплатную книгу нормального фрилансера. Кстати, в ней есть целая отдельная глава, посвященная коммерческим предложениям. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, и дизлайки, если не понравилось. Спасибо за внимание, и увидимся в следующий раз.